Актер Андрей Войновский появился на свет 20 апреля 1959 года в Москве. В 10 лет он впервые появился на экранах в приключенческом фильме «Веселое волшебство», где сыграл одну из главных детских ролей. В кино Андрей попал случайно. Мальчик помог осветителю из Мосфильма донести провода и привлек внимание помощника режиссера Бориса Рыцарева. Еще будучи школьником, Войновский сыграл Борю с бандута в детском фильме «Чудак» из 5-го Б и появился в роли Борьки Жилы в приключенческой картине «Кортик». После школы Андрей пошел в армию, где служил киномехаником, а затем поступил в ГИТИС, который успешно окончил. В зрелом возрасте Войновский почти не снимался. У него были небольшие роли в картинах «Трое на шоссе» и «Человек на полустанке», а последний раз он появился на экранах в 1991 году в проекте «Коктейль Мираж». После краха Советского Союза Андрей Сергеевич ушел в бизнес. В свободное время он писал билетристику. Чем он еще занимался все это время, с конца 80-х неизвестно, потому как подробности своей жизни не афишировал, да и не интересовался никто. И только в 2015 году страна и любители советского кино вспомнили этого актера, правда повод был жуткий. В августе вместе с четырьмя друзьями Андрей Войновский отправился на микроавтобусе в Крым. Дорога была тяжелой, в какой-то момент даже заблудились, когда приехали все были уставшие и заведенные. Поселились в частном домике, решили отметить приезд. Начали выпивать. Один из друзей раньше других ушел спать в другую комнату. Когда проснулся, обнаружил, что двое приятелей убиты, Андрей Войновский истекает кровью от нанесенных ему ножевых ранений, но в сознании. Он тогда еще успел сказать, что все это сделал приехавший вместе с ними товарищ, который к тому моменту сбежал. Андрея увезли в больницу, прооперировали, но жизнь не спасли. Его не стало 20 августа 2015 года. Причина конфликта неизвестна. Сбежавшего товарища Юрия вскоре нашли, там же в Крыму. Он сослался на провалы в памяти ввиду сильного алкогольного опьянения. Несмотря на отрицание вины во всем произошедшем, он получил пожизненное заключение. Церемония прощания с актером состоялась 29 августа в Москве на Николо-Архангельском кладбище. Тело актера кремировали согласно его желанию. Урна с прахом на Ваганьковском кладбище рядом с могилой родителей актера.